Алмаз Алмаз – один из самых изучаемых в настоящее время минералов в мире. Его колоссальный интерес обусловлен характеристическими, особыми свойствами, о которых я рассказывал на прошлой лекции. Среди них я хотел бы выделить еще одно свойство. Вот эти характеристики у алмаза, они изменяются в очень большом диапазоне. Электропроводность от алмаза к алмазу изменяется на 10 порядков. Основная масса алмазов – это изоляторы, у них сопротивление 10 в 12-16 степени Ом на сантиметр. Но есть алмазы-полупроводники, у которых сопротивление меньше 10 в 5 степени Ом на сантиметр. А есть даже еще сопротивление несколько Ом на сантиметр. Несмотря на колоссальные затраты, на громадный интерес, многие свойства алмаза остаются непознанными до сих пор. Ну, когда-то алмаз считали стеклом. В прошлом веке один из немецких профессоров как-то сказал по этому поводу на ответ студента, что алмаз – это кристаллическая форма существования углерода, скажет, что ваш ответ вскрывает существо вопроса. Так же, как если бы вас спросили, что такое Мона Лиза Леонардо да Винчи, вы бы ответили, что это холст, покрытый красками. Одна из причин колоссально затрудняющих изучение алмаза – это неоднородность его кристаллов. Дело в том, что все кристаллы неоднородные и состоят из отдельных зон и пирамид нарастания граней. Отдельные зоны, они подобны годовым кольцам на срезе дерева. Вот если вы срежете дерево, то увидите, значит, отдельные концентрические круги, каждый из которых образовался в течение года. И изучая свойства отдельного слоя, можно получить сведения о том, какая погода, какой климат был в то время. И вот благодаря этому ученые могут восстанавливать сведения о климатических условиях, предшествующих нашему времени, то есть соответствующих тому времени, когда росло дерево. Вот сейчас перед вами я демонстрирую снимок кристалла октеидрической формы. Он, конечно, увеличенный. Самый большой из найденных когда-либо алмазов – 3106 каратов. Это чуть-чуть больше 600 граммов. Вот алмаз октеидрической формы, и он кажется совершенно прозрачным и однородным. Но это не так. Если мы разрежем этот кристалл или сумеем, значит, вскрыть его анатомию неразрушающими методами контроля, ну, например, возбудив люминесценцию, когда там будут разные зоны по-разному люминесцировать, или рентгеновская топография, или аномальное двупреломление, то мы увидим следующую картинку. Вот перед вами кристалл из коллекции Института геологии алмазов и благородных камней. Из него была вырезана пластина, а первоначально он представлял такой же кристалл октеидрической формы. Вы видите, что он состоит из отдельных зонок, точно так же, как если бы мы наблюдали картинку на срезе дерева. В центре центральная область, периферийная область состоит из промежуточной области, из отдельных зон, свойства которых тоже отличаются. А вот эта темная область, это тоже область, она состоит из отдельных зонок, но эти зонки сейчас не видны. Это снимок в проходящем монохроматическом ультрафиолетовом свете с длиной волны 230 нанометров. Когда я выпускал свою монографию, то вот этот самый кристаллик, значит, решили, что темная зонка – это фон, и срезали. На втором издании монографии этот кристалл, значит, в том виде, в каком он есть. А первоначально, значит, только одну промежуточную область. И вот эти области отличаются по всему комплексу свойств. Вот эти отдельные участки росли в разных условиях. О том, что алмаз неоднороден, был известно давно. Еще в 1944 году в Индии активно изучали алмазы. Руководил исследованием алмаза Раман, и он тоже наблюдал на срезах кристаллов такие же неоднородные картинки, но особого значения им не придал. В распоряжении Рамана были талантливые ученые. А основой его исследования было представление о том, что кристаллы алмаза сложены четырьмя типами кристаллических структур. Две из них гемеэдрические, наполовину симметричные, ТД-1 и ТД-2, два других, а к театрической форме – это голоэдрические. Голоэдрические – значит, полный, полносимметричный. Но, к сожалению, представления Рамана не получили дальнейшего ни теоретического, ни экспериментального продолжения, и в настоящее время представляют только интерес. А сам Раман, он был талантливый, между делом открыл комбинационное рассеяние света, за что получил Нобелевскую премию. А труды учеников, вот отдельные параметры, они до сих пор вызывают удивление. Вот в наших исследованиях мы исследуем, скажем, фотолюминесценцию, там главная линия – 415,2 нанометра. А сотрудники Рамана изучали положение этой линии с точностью на два порядка, превышающие ту, которую используем мы сейчас. Позднее неоднородность алмаза тоже наблюдали. Вот, например, есть у нас очень хорошая книга «Алмазные месторождения Якутии». Там тоже приведены примеры неоднородности картин, но сказано, что это какие-то флуктуации, которые особого интереса не представляют. И только в 1968 году вышла книга нашего соотечественника Александра Варшавского, в котором он, используя представление Георгия Георгиевича Лемлейна о неоднородности минералов вообще, о том, что они имеют зональное и секториальное строение, объяснил картины неоднородности алмаза. Ну, у вас может возникнуть такое представление, что ну а что там, если известно для всех минералов, то для одного кристалла это само собой разумеется. Да ничего подобное. Наш известнейший исследователь алмаза Юрий Леонидович Орлов первоначально в представление Александра Владимировича Варшавского не поверил. И когда я ему принес статью Орлова, где он буквально восхвалял работу Варшавского, то Варшавский был приятно удивлен. То есть вот до меня было известно, что кристаллы состоят из отдельных зон. Что сделал я? Мне удалось показать, что эти зоны группируются в три большие области. Центральная область, промежуточная область, которая состоит тоже из отдельных зон, свойства которых отличаются. Но эти отличия гораздо меньше, как, скажем, отличие между одного человека от другого, но общее отличие от другого биологического вида, скажем, от зубров, обезьян и так далее. Вот самая маленькая область, она образовалась на стадии зарождения алмаза. Дело в том, что на растущий кристалл действуют две силы. Силы поверхностные силы, которые стараются разорвать образовавшийся зародыш. А когда он достигнет критического зародыша, то уйдет уже самопроизвольная кристаллизация. Эта область содержит большое количество дефектов, дислокаций, инородных включений и так далее. Промежуточная область состоит только из двух видов алмаза. Но эти виды алмаза, они от другого сильно отличаются. И, наконец, периферийная росла в равновесных условиях, когда образовался идеальный алмаз. В целом, мне удалось выделить несколько видов неоднородности кристаллов алмаза. Я свел их тут в одну картинку. Желтым обозначена центральная область, голубым – голубые и бесцветные зоны промежуточные, и периферийная – это бесцветная область. Кристалл алмаза характеризуется широчайшим разнообразием внутрих картин. Вот справа внизу – это кубический кристалл. Он пять раз менял свою форму. Но вот кристаллы, они не всегда дорастали в все три области, а обрывали свой рост. Могли на ранний и образовали семейство кристаллов с определенными свойствами. Центральная плюс промежуточная. И, наконец, полносимметричные кристаллы, в которых все три области. Существует еще одна группа кристаллов, которые называются… У нас они называются кристаллы в оболочке за рубежом Коти Даймонд, где Кот – это оболочка. Это кристаллы, которые выросли до промежуточной области, а следующая область за ними снова центральная. То есть они выросли, а потом условия изменились до таких, при которых кристаллы зарождались. Вот на основании этих представлений я построил свою табличку эволюции. А, кстати, широкое разнообразие кристаллов в природе, вот я объясняю тем, что они оборвали свою эволюцию на одном из этапов. Самый продуктивный период эволюции – это кристаллы, содержащие центральную и промежуточную область без периферийной. Они составляют основную массу кристаллов величиной до 4 каратов. Центральная область, она обязана быть, как у ребенка, который зародился, уже проходит там все сады, сначала там левогушонных и прочее. Точно так же и кристалл, любой кристалл любого минерала и алмаза, в частности, должен иметь центральную область для того, чтобы зародиться в сугубо неравновесных условиях. Я вам сказал, что вот есть много мальчиков и девочек, которые утверждают, что у них нет папы. Ну, вы понимаете, что папа был, он есть, только он куда-то скрылся в тумане. Точно так же и вот эта крохотная центральная область, она видна не во всех кристаллах. Чтобы ее найти, нужно поискать. И вот на основании вот этих данных я построил свои представления о том, как алмазы развивались в природе. Вот эта табличка, она во всех моих работах. Значит, сначала, во время очень большого пересыщения, кристаллы алмаза зародились, произошла какая-то флуктуация. На этом часть кристаллов на этой стадии остановилась. Это очень дефектные кристаллы, поликристаллы. Поликристаллы – это образование, сложенное, значит, из отдельных кристалликов. Затем, значит, пересыщение стало снижаться. И вот во время образования промежуточной области оно сильно колебалось. То есть мы получили представление о процессах, которые происходили в недрах земной коры и недоступны непосредственным наблюдениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова